Вначале было слово А потом Появились растения Звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь возьмем в руки книгу Деяния святых апостолов И перенесемся в древний Иерусалим Мы уже знаем, что там произошло удивительное событие Апостолы Петр и Иоанн Исцелили храмового человека Который с рождения не мог ходить Его приносили на руках к храму И сажали на паперти Чтобы он просил милосты Так прошло много лет И вдруг вся жизнь его изменилась Он стал здоров Исцеленный, как ребенок Радовался чуду Он непрестанно ходил И даже скакал от радости И хвалил Господа Увидев это Около пяти тысяч человек Уверовали во Христа Но нашлись такие Которых это чудо не обрадовало Это были иудейские первосвященники И фарисеи Они еще при жизни возненавидели Спасителя и предали его на распятие Они полагали Что после смерти Все забудут Иисуса Христа Но число его учеников Росло день ото дня И вот его именем Исцелен человек неизлечимый Которого много лет Все видели сидящим у храма А это значит что Казненный именно кресте Действительно Сын Божий И вскоре все поймут Они убили невиновного Они предали своего Бога А значит их славе, власти, почету Придет конец Жалкие, ослепленные своей яростью Они еще пытались Сопротивляться очевидному Не зная что предпринять Они схватили апостолов И бывшего храмова И привели их в Синедрион На допрос Как вы исцелили его? Спросили они И Петр ответил Именем Иисуса Христа Которого вы распяли Так как только этим именем Надлежит человеком спастись Вот что пишет дальше апостол Видя смелость Петра и Анна И приметив что они люди Не книжные и простые Они удивлялись между тем Узнавали их Что они были с Иисусом Видя же исцеленного человека Стоящего с ними Ничего не могли сказать вопреки И приказав им Выйти вон из Синедриона Рассуждали между собою Говоря Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме Известно что им не сделано Явное чудо И мы не можем Отвергнуть всего Но чтобы более не разгласилось Это в народе С угрозой запретим им Чтобы не говорили Об имени всем Никому из людей И призвав их Приказали им Отнюдь не говорить И не учить О имени Иисуса В этом рассказе Святого Луки Мы видим полную Беспомощность Врагов Христа Они облеченные властью Не знают Как им поступить Их ненависть такова Что они хотели бы Убить апостолов Но они боятся Поскольку их души Далеки от Бога Боятся они пока не Бога А народа Но они просто поражены Страхом А апостолы Находящиеся в их руках Мужественны и спокойны И знаете почему? Потому что они с Богом Апостолов отпустили Однако вскоре схватили И во второй раз Но ночью Ангел Господень Вывел их из темницы Как вы думаете Куда после этого Пошли апостолы? Они безбоязненно пошли Снова в храм Учить народ Слову Божьему И снова разгневанные Первосвященники Послали за ними стражу Но стражников Тоже охватывает страх Они боятся Подступиться к ним Апостолы сами Без принуждения Пришли в Синедрион Разве мы не запретили вам Учить об имени Иисуса Христа? Разъяренно спрашивают Их властители Исполненные Святого Духа Апостолы Безбоязненно отвечают Судите сами Справедливо ли Нам слушать вас Более Нежели Бога Мы не можем Не говорить того Что видели И слышали В Синедрионе Нашелся один мудрый человек Звали его Гамалиил Подумайте Мужи израильские Призвал он Если это учение Человеческое То оно разрушится Само собой Сколько приходило Разных учителей Но они умирали И слушатели их Рассеивались После этих Разумных слов Первосвященники Отопрительно Закивали головами Это рассуждение Гамалиила Понравилось Но следующие слова Уже не пришлись Им по вкусу Но если это учение Не человеческое А Божье Вы все равно Не сможете Разрушить его Берегитесь Как бы вам Не стать Богопротивниками Первосвященники Опять были Парализованы Растерянностью И страхом Они приказали Бить апостолов И еще строже Запретили им Говорить о Христе Хотя они все больше Понимали Что все угрозы И запреты Бессильны Так апостолы Опять оказались На свободе Как говорят деяния Они вышли Снедрено Радуясь Что удостоились Принять бесчестие За имя Господне И всякий день Они продолжали Проповедовать И церковь Христова Возрастала И умножалась День ото дня Ну что ж ребята На сегодня Наша передача Закончена До следующей встречи И пусть хранит вас Господь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова